Здравствуйте, ребята! Вот уже несколько уроков, как мы с вами изучаем звёздное небо. В начале урока я бы хотела проверить ваши знания по пройденным темам. Сейчас я вам предложу тест из 10 вопросов, где вы должны найти правильный ответ из предложенных вариантов. Вопросы. Первый. Как называется наука, изучающая звёзды? Варианты ответов. А. Астрология. В. Астрономия. С. Физика. Второй вопрос. Из чего состоит звезда? А. Железо. В. Газ. С. Кусочки метеоритов. Третий вопрос. С помощью какого прибора учёные изучают звёзды? А. Телескоп. В. Подзорная труба. С. Барометр. Четвёртый вопрос. Как называется самая яркая звезда, расположенная ближе всего к Земле? А. Полярная. В. Солнце. С. Сириус. Пятый вопрос. Сколько планет входит в Солнечную систему? А. Три. В. Пятнадцать. С. Восемь. Шестой вопрос. Как называется наша галактика? А. Медвежий путь. В. Солнечный путь. С. Млечный путь. Седьмой вопрос. Сколько галактик существует во Вселенной? А. Одна. В. Более тысячи. С. Двенадцать. Восьмой вопрос. Какая звезда является путеводной для моряков и путешественников? А. Сириус. В. Полярная звезда. С. Солнце. Девятый вопрос. Сколько тонн космической пыли оседает в год на поверхность Земли? А. От двадцати пяти до сорока тысяч тонн. В. От шестидесяти до ста тысяч тонн. С. Более ста тысяч тонн. Десятый вопрос. Какая группа слов является созвездиями? А. Кассиопея, Орион, Персей. В. Меркурий, Марс, Венера. С. Земля, Луна, Солнце. Теперь вы сможете оценить свои знания по количеству правильных ответов. 1-й В, 2-й В, 3-й А, 4-й В, 5-й С, 6-й С, 7-й В, 8-й В, 9-й А, 10-й А. Дескрипторы и шкала оценивания теста. Количество правильных ответов. 9-10 баллов. Оценка 5. 7-8-4. От 4 до 6 баллов. 3. От 1 до 3. 2. Ребята, я благодарна тем, кто получил от 7 до 10 баллов. Тем, у кого меньше 7 баллов, я рекомендую повторить пройденные темы и быть внимательными при изучении новых тем. Сегодня мы с вами продолжим изучение Вселенной. Сегодняшний урок посвящается Солнцу. Вначале ознакомимся со значением слова «Солнце» согласно определениям знаменитых филологов Ожегова Сергея Ивановича и далее Владимира Ивановича. Упражнение 512-е А. Солнце, небесное светило, раскаленное тело шарообразной формы, вокруг которого вращается Земля и другие планеты. Солнце – это звезда. Определять время по Солнцу. Сергей Иванович Ожегов Солнце – наше дневное светило, величайшее, самоцветное и срединное тело нашей Вселенной, господствующее светом, теплом над всеми мирами, планетами. Владимир Иванович Италь. Упражнение 512-е Б. Используя вышесказанные определения и свои знания, давайте ответим на следующие вопросы. Первый вопрос. Как вы думаете, чем отличается описание Солнца в обеих словарных статьях? Второй вопрос. Почему Солнце является звездой, а не планетой? Третий вопрос. Что обозначает прилагательное самосветное светило? Четвёртый вопрос. От каких слов оно образовано? Пятый вопрос. Употребляется ли оно сейчас в русском языке? И шестой вопрос. Является ли Солнце центром Вселенной? Теперь я вам предлагаю правильные ответы для закрепления знаний и для самопроверки. Ответ первого вопроса. В словаре Ожегова даётся такое определение. Солнце – это звезда. А в словаре Даля нет такого определения. Есть такое – срединное тело нашей Вселенной, господствующее светом, теплом над всеми мирами, планетами. В обоих словарях оно обозначается как небесное светило. Ответ второго вопроса. Солнце – звезда. Раскалённое тело шарообразной формы. Массивное, самосветящееся небесное тело. Состоит из газа или плазмы, в котором происходят термоядерные реакции. Планеты не излучают свет, как звёзды, а отражают падающую на их поверхность свет. Звёзды неподвижны, а планеты вращаются вокруг звезды и вокруг своей оси. Ответ третьего вопроса. Прилагательное самосветное светило означает «состоящее из света». Ответ четвёртого вопроса. Самосветное образовано от слов «сам» и «цвет». Сам – корень, цвет – корень. Нэ – суффикс прилагательного. О-е – окончание среднего рода единственного числа. О – соединяющее гласное. Здесь два корня. Слово сложное. Ответ пятого вопроса. Слово «самосветное» не употребляется в современном русском языке. Ответ шестого вопроса. Солнце не является центром Вселенной, а является центром Солнечной системы. Дескриптор правильных ответов. Пять-шесть правильных ответов. Пять – оценка. Три-четыре правильных ответа. Оценка четыре. Один-два правильных ответа. Оценка три. Упражнение пятьсот тринадцатое. А. Теперь нам надо ознакомиться с паспортом Солнца. Имя. Солнце. Возраст. Четыре целых пять десятых миллиарда лет. Адрес. Местонахождение. Галактика. Млечный путь. Статус. Звезда. Характеристика. Температура около пяти тысяч пятисот градусов Сельсия. Размер. В сто девять раз больше диаметра Земли. Расстояние. Около ста пятидесяти миллионов километров от Земли. Давайте выясним, что такое паспорт. Паспорт – это официальный документ, удостоверяющий личность владельца. Во втором значении – это регистрационный документ машины, аппарата, предмета, хозяйственного оборудования, сооружения и так далее. В данном случае – это регистрационный документ звезды. Ребята, вы не задумывались о том, почему Солнце жёлтого цвета? Солнце жёлтого цвета, потому что её температура около пяти тысяч пятисот градусов Сельсия. Есть звёзды красные, белые, голубые, синие. Голубая звезда – самая горячая звезда. В ней температура около тридцати тысяч градусов Сельсия. Вслед за голубой стоит белая звезда. Её температура около семи тысяч градусов Сельсия. А самая холодная звезда – это красная звезда. Её температура – две тысячи пятьсот градусов Сельсия. Красными звёздами являются Бетельгейзе в Орионе, Мир в созвездии Кита, Белыми – Северное Полярное, Конопус в созвездии Киле, Голубыми – Альнияк и Ментако в Орионе, Альнияк в Скорпионе. Ребята, вы не задумывались над тем, что будет, если солнце исчезнет? Предусматривается время для кумулятивной беседы с аудиторией. Молодцы, ребята! Вы смогли размышлять над этим вопросом. А теперь закрепим свои знания, выполняя упражнение пятьсот шестнадцатое А. Прочитайте текст, что будет, если солнце исчезнет. Первый день. На земле всё будет выглядеть так, как будто наступила ночь, но без луны, так как она не сможет отражать солнечный свет. Двадцатый день. Все водоёмы полностью покроются льдом. Шестьдесят пятый день. Температура на планете достигнет 50 градусов Сельсии. Шестой год. Земля окажется на орбите Плутона, так как без центра притяжения она просто улетит из Солнечной системы. Десятый год. Температура планеты достигнет 125 градусов Сельсии. Пятьдесят седьмой год. Мировые океаны до самого глубокого дна полностью превратятся в лёд. Ребята, мы сегодня ещё раз расширили свои знания, изучая определение Солнца, ознакомились с его паспортом, узнали, что ожидает планету Земля, если Солнце исчезнет. Надеюсь, вы уже знаете, какую роль играет Солнце в нашей жизни. Поэтому предлагаю завершить урок на музыкальной ноте, исполнив песню «Пусть всегда будет Солнце». Оцените свою деятельность на этапе рефлексии. Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана на доске. Домашнее задание упражнения 516-е Б. Какова основная мысль текста? Почему в тексте использованы глаголы в будущем времени? Ответьте письменно на эти вопросы. 516-е В. Выпишите словосочетание существительное плюс прилагательное, выделите окончание. Урок окончен. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»